Время говорить Время говорить Далее мы уже подключили художников-иллюстраторов, сценаристов, тем самым выполняющими роль тех самых художников. В классическом понимании. Ну, ясно. Собственно, получается, вы авторы идеи, а те, кто воплощают, это тоже члены вашей команды, поэтому вы концептуальные художники, а не просто художники. Получается, что так. Ну, я думаю, что зрителям стало понятно теперь. Давайте перейдем непосредственно к проектам. Сейчас он участвует в рамках Биеннале, но вы также работаете не только над ним, но еще над одним проектом. Давайте о них все-таки об обоих, наверное, расскажем. Нам интересны все подробности. Сейчас в рамках Биеннале, которая до 20 октября проходит в нашем городе, мы представили два проекта. Один из которых — это проект «Манго» о Геннадии Ивановиче Невельском, а второй проект посвящен метеоритам и называется «Not like you» — «Не такой, как ты». Да, концепция проекта заключается в том, что мы показываем схожесть людей через понятие «землянин» и их различия. Дело в том, что мы представили настоящий метеорит психотайлинский, и относительно него мы все земляне, независимо от цвета кожи, религиозной принадлежности. Вот об этом наш проект. И у нас велась интересная работа с Музеем геологии. Здесь Роман подробнее расскажет. Мы обратились в Институт геологии, который нас консультировал, проводил исследования тех образцов, которые мы предоставили, и помогал нам наработать материал для этого проекта. На самом деле немногие в нашем крае и вообще в стране знают, что в 1947 году на территории Приморского края упал самый крупный на письменной истории человечества метеорит. До сих пор он считается одним из самых чистых железоникелевых метеоритов, которые падали на планету. И именно исходя из этого космического гостя, представляя его как некого космического пришельца, мы и даем возможность людям почувствовать себя едиными, объединиться, невзирая на пол, возраст, цвет кожи. То есть что может быть более чуждым, более непохожим на земное, как нечто из космоса. Вот наши работы, которые представлены в проекте Not Lock You, как раз и посвящены именно этому ощущению. Я понимаю, сегодня все это можно увидеть на биеннале визуальных искусств во Владивостоке. До 20 октября на территории ГУМа, на третьем этаже. Старый дворик ГУМа, третий этаж, там несколько залов, и два из них как раз заняты нашими проектами. И второй проект, над которым мы работаем уже практически второй год, это проект, посвященный, проект исследования, посвященный героическому в человеке. Размышлению о том, почему один человек довольствуется тем, что у него есть, а второй, презрев все, бросив все, все достижения, идет совершать подвиги. И мы выбрали для иллюстрации этого размышления как раз именно фигуру Геннадия Ивановича Невельского, потому что, на наш взгляд, это наиболее яркая фигура в истории Дальнего Востока России. И во многом вообще 19 века России, и, может быть, она незаслуженно забыта. Поэтому мы в качестве ключевой фигуры, размышляя о героизме, о герое, о героическом в человеке, выбрали как раз Геннадия Ивановича Невельского. Я предлагаю продолжить чуть позже эту тему, а сейчас показать, так как мы заявляли о том, что это история в стиле манго. Давайте немного покажем, как выглядит для тех, кто не знает. Как раз в начале 2017 года мы выпустили календарь, который ограниченным тержом, как арт-объект, сейчас присутствует во многих коллекциях и в галереях. И здесь мы можем видеть как раз, как будет выглядеть будущее манго. То есть это, по сути дела, разворот. Одна страница, вторая страница диалоги. Вот эти кружочки, они называются баблы. В баблах написаны диалоги между людьми. И как раз если посмотреть, то некоторые рисунки, они проработаны совсем схематично, а некоторые прорисованы в достаточно точных деталях. Существует за год проект, естественно, изменился, наполнился. И существуют уже детально проработанные страницы, где буквально костюмы, аксессуары, прически полностью соответствуют тому времени. Наш проект, мы стараемся достаточно точно следовать исторической конве, по крайней мере, в тех деталях, которые важны. И у нас есть консультанты, с которыми мы советуемся. У нас, в частности, поддерживают МГУ имени Невельского, их музей. И при работе вот с морской тематикой, с костюмами, они нам очень сильно помогли. В нашем проекте присутствует историк Сергей Корнилов, который также помогает нам с историческими фактами и подоплекой. И все рисованные герои в нашем романе, они одеты, как люди того времени, у них прически, как у людей того времени, аксессуары, награды. Все это мы стараемся соблюдать именно точные детали. Да, хотела бы добавить, что как раз-таки проработанный вариант сейчас и выставляется на биеннале и концепты. И да, хотела бы также обратить внимание, что рисунки сделаны художником-иллюстратором Еленой Коляда. Я вообще хотела спросить вас о команде, которая работает и воплощает проект. Расскажите чуть подробнее. Сколько человек занят на сегодняшний день? Сейчас в проекте занято около пяти человек. Как я уже сказала, это художник-иллюстратор Елена Коляда, это Сергей Корнилов, наш консультант, это Татьяна Кондрашина, дизайнер. Это Елизавета Кириллова, помогающая нам со сценарием, то есть наш сценарист на данный момент. Александр Жмыхов. Да, координатор проекта, который, собственно говоря, и помогал нам собирать команду, которая ориентируется в талантах нашего города. Именно в манго, манго, комиксы. Вот я как раз хотела у вас спросить, с одной стороны, очень интересно, что классическую русскую историю вы представляете в жанре японской классики в стиле манго. Это интересно, и с другой стороны, конечно, возникает вопрос, почему именно этот жанр вы выбрали? С какой целью? Наверняка вы что-то преследовали. Нам хотелось донести эту историю в первую очередь до молодого поколения. И мы, выбирая медиа, мы долго думали, какой из жанров графического романа, то есть сразу как-то решилось, что это будет графический роман, но само направление, стиль отрисовки мы долго выбирали. Мы размышляли даже над Лубком, потому что вы верно заметили, что это российская история, но углубившись в тему, мы поняли, что Лубок – это не совсем история. То есть это такая морализаторская картинка, которая, по сути дела, умещается на одной странице. То есть, как многие вещи в виде матрешки, балалайки, картошки и так далее, Лубок пришел к нам из Голландии, стал истинно народным, пустил здесь корни и служил целью пропаганды, агитации. И он абсолютно плосок, то есть в этом отношении там все понятно – белое, черное, хороший, плохой. То есть и в конце страницы всегда делается вывод, то есть какой-то. А наша же история, она более глубокая. Она предполагает различного рода эмоциональные решения, то есть размышления, духовный поиск. Поэтому мы выбрали именно манго, потому что именно этот стиль графический работает с эмоциями, с глубиной персонажа, с показом его, скажем так, плохих и хороших сторон. То есть он не плоский. Если, опять же, брать комиксы, потому что мы делали опыт отрисовки в комиксах, вот это как раз Невельской в стиле комикса, мы тоже решили его не брать по той простой причине, что комикс, он все-таки достаточно плоский в стилистике персонажа. То есть персонаж в целом, он показан как такой достаточно однозначный тип. Здесь же нам было важно показать душевные метания, решения человека. То есть почему он отринув карьеру, достижения и рискуя практически всем, то есть на каком-то этапе своей биографии Невельской оказался под судом особого комитета и фактически должен был быть разжалован в матросы. То есть все это нам показалось логичным показать именно в стиле манго. Ну и плюс ко всему, это все-таки дальневосточная история, и нам хотелось сделать ее чуть более международной. И нам это удалось, потому что вот на Биеннале как раз мы обратили внимание, что азиатская аудитория в виде туристов и азиатских кураторов из Шанхая, вот Сиан-Лепин, они обращали внимание именно на вот этот знакомый им стиль. Вот, то есть история приобретает такое международное озвучание. А на одной из первых выставок, которые мы делали в ДВФУ, это был проект Зазеркалья, мы выставили, там это был первый показ нашего проекта. Мы обратили внимание, что студенты, вот они идут-идут, стоит много экспонатов, там арт-объектов, они такие, о, манго, пойдем посмотрим. То есть мы здесь вот попали именно в их формат, в их язык, и я считаю, что многие из тех, кто увидит этот роман, затем начнут копать глубже, понимая эту историю и открывая этого героя для себя. Да, действительно, этот жанр, стиль помог во многом, так сказать, по нескольким пунктам, да, сразу расставил акценты, и внимание заслужил не только, конечно, взрослого поколения, те, кто интересуется историей, но и, тем не менее, молодого поколения и стал даже уже, уже, можно сказать, наверное, стал международным. Да, я бы хотела здесь также обратить внимание, что, в первую очередь, это интересно еще и детям. Моему сыну 9 лет, одному из организаторов биеннале, двое детей, там 13-14, мы общались и обменялись мнениями, что именно наши дети, они, ну, грубо говоря, залипали на манго, потому что это понятный им язык, и скучно читать обычные истории, а именно истории, рассказанные языком современного искусства, они привлекают внимание. Это именно детская аудитория, позволяя взращивать, можно и так сказать, в них интерес к той самой истории, к настоящей истории. Да, таким образом, действительно, и совсем юное поколение зрителей смогут с удовольствием изучать историю Дальнего Востока, историю своего города, благодаря тому, что в таком интересном формате выполнены комиксы. А мы продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим о проекте о Геннадии Невельском, очень интересном, в стиле манго, и мы уже поговорили о том, что готова лишь его небольшая часть, но самое интересное еще впереди, давайте расскажем о планах, что уже готова, на какой стадии работа, и что еще предстоит увидеть зрителям и любителям этого жанра. У нас сейчас рабочие материалы представлены, и мы движемся к заключительному этапу, когда мы как раз-таки выпустим саму книгу. Также мы параллельно работаем над сценарием, который, как мы планируем, ляжет в основу мультипликационного фильма или художественного фильма. Как раз-таки по этому поводу мы обращались за консультацией в Москву к Сергею Сельянову, продюсеру кинокомпании СТВ и человеку, который имеет отношение к студии мультипликационной мельницы. Пообщались с ним, он видит перспективу в этом всем. В общем, самое основное мы проделали, проработали персонажи, проработали идею, концепцию. Остается лишь трудиться, идти к финалу. То есть сценарий, в принципе, уже готов, я правильно понимаю? Написана сама история, описание истории с включенными персонажами. А дальше сейчас предстоит техническая работа, эту историю нарезать поэтапно и на основе нее сделать подробный синопсис, а затем написать уже сценарный план и сценарий. Так как книга все-таки и сценарии немножечко разные вещи, нужно приложить все в жарку определенную. Но, тем не менее, сама раскадровка сценария, она помогает и художнику, в том числе нашему, вписывать эти диалоги, ставить сцены. Потому что чем графический роман очень достаточно похож на мультипликацию или кинематографию, это как раз тем, что вот эти сцены, они оживают. Вы не просто представляете их в голове, как при чтении книги, вы их видите воочию, когда смотрите на страницы самого графического романа. И поэтому сейчас мы вот двигаемся поэтапно с тем, чтобы в 2018 году закончить издание, дорисовать роман и закончить издание. Также, готовясь, ну уже, может быть, немножко забегая вперед, готовясь к выходу фильма или мультфильма, там в зависимости от того, как после сценария будут расставлены приоритеты, мы даже подготовили некие постеры, такие кинематографические. И как раз именно при подготовке постеров и родился ключевой слоган нашего проекта. Вот в рамках биеннале можно увидеть три постера, которые мы сделали, и там есть слоган «Вы здесь, потому что он пришел сюда». Ну, по сути дела, это очень верно, потому что все мы здесь, города, это студия, там мосты, корабли, все-все-все, железная дорога, это все благодаря тому, что Невельской в свое время, вопреки всем указам, приказам и многим вещам, приплыл сюда, открыл это и не побоялся основать здесь первый военный пост. После этого началась российская история освоения Дальнего Востока. Вот поэтому мы здесь, потому что он пришел сюда. Мы имеем полное право так заявлять. Да, да. Замечательная история, и тоже хочу забежать вперед и спросить, вас не могу не спросить, не задать этот вопрос, у нас есть кинофестиваль «Пасифик Меридиан». Это кинофестиваль «Страна ТР». Конечно, я думаю, что огромный интерес будет прикован именно к такой картине, будь то мультипликационный фильм или художественный фильм полнометражный. Планируете ли вы как-то работать с кинофестивалем, либо, может быть, уже есть какие-то договоренности, расскажите. Мы работаем с кинофестивалем в дружеском ключе. Как раз-таки организаторы нам и помогали с контактом, с выходом в Москву на продюсеров. Что касается показа кинофестивального, то это разговор не сегодняшнего дня, как раз когда будет готов сам продукт. Я думаю, что почему нет, да, это наша земля, и это наш персонаж, поэтому, да, мы хотели бы поучаствовать. Вполне возможно, что тогда, когда появится мультфильм, либо фильм, как раз он и будет когда-либо презентован именно в рамках фестиваля. Я также знаю, что у вас есть еще одни интересные планы поехать в Японию на какой-то из конкурсов. Расскажите подробнее об этом проекте. В Японии проходит несколько конкурсов для зарубежных издателей манго, те, кто работает за рубежом в японском стиле манго. И как раз в Токио в 2018 году будет один из крупнейших конкурсов, один из старейших конкурсов издательства, которое уже более 100 лет, по-моему, выпускает манго, графические романы. И как раз они объявили конкурс. Мы хотим подать наш проект, как раз заявить его в Японию, опять же, считая эту историю интересной на международном уровне. Ну что ж, я желаю вам удачи. Это действительно, я думаю, будет интересно японскому зрителю в том числе. Я думаю, что сам проект о Геннадии Ивановиче Невельском, он актуален и интересен именно как раз тем, что как раз в середине XIX века, когда Невельской открыл Дальний Восток, когда началось освоение Дальнего Востока, в российских умах было направление такого тихоокеанского рубежа, тихоокеанского вектора развития России. И сейчас, спустя уже больше 100 лет, мы вновь возвращаемся к этому. И это по-прежнему звучит актуально. Поэтому, я думаю, связав эти два направления вместе, два исторических события, то есть вот то, что происходит с Владивостоком, вообще с Дальним Востоком после форума АТС 2012 года, и то, что произошло с Дальним Востоком после его открытия в 1848 году, я думаю, что все это дает возможность по-другому обратить внимание российской общественности, российских людей на Дальний Восток, показать героизм освоения Дальнего Востока и вновь возродить интерес к этой территории. Мне кажется, стоит задать такой вопрос обязательно. Где зрители могут наблюдать за развитием этого интересного действительно абсолютно со всех сторон, политически, как мы сейчас выяснили, интересный также проект. Где можно наблюдать? У вас есть сайт какой-то, может быть, вероятно? У нас есть сайт hero4hero.ru, он обозначен у нас вот на календаре, также можно набрать невильской.ru, и об этом проекте, я лично веду эту страницу, добавляется информация, когда мы что-то, ну, как-то продвигаемся, я туда добавляю эту информацию, можно читать, там есть контакты мои, и моя электронная почта, если есть желание высказать идеи какие-то, либо предложить помощь в реализации проекта, то можно писать на мой почтовый ящик, он указан на сайте. То есть, в принципе, желающие подключиться к этому проекту вам требуются? Да, в этом и хороша работа в команде, что мы как-то открыты для комментариев, и наиболее интересные те, которые соответствуют нашему видению развития проекта, мы готовы работать с этими людьми, и команда постоянно растет, добавляются новые люди, там, новые сценаристы, там, возможно, мы сейчас возьмем еще в дополнение, там, художника-отрисовщика для сцен и так далее. Ну что ж, я желаю вам удачи, я желаю скорейшей реализации всех пунктов вашего проекта, действительно очень интересного, побольше зрителей, в том числе юных, побольше помощников, и выходить, конечно же, на международный уровень. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом. Субтитры подогнал «Симон»